Каждому специалисту приходят свои пациенты. Все мои пациенты пришли по рекомендации тех, кому я помог раньше. Несмотря на рекомендации, они хотят знать, что я делаю и почему. Я в тупике, потому что стараюсь на процедуре меньше разговаривать и как можно больше времени уделить организму. А с другой стороны, ум и недоверие пациента хочет разъяснений, что я делаю. И на это тоже надо время. Поэтому я решил снять фильм для своих пациентов с разъяснениями своей работы. В 90-е годы союз развалился и система взглядов в медицине позволила новому заявить о себе. В то время я был молодым терапевтом с прекрасным опытом в больнице и на скорой помощи. Я не просто интересовался, я жил медициной. Но результаты в лечении хронических заболеваний меня не устраивали. Я был вынужден рыскать поиски более эффективных подходов. Это было время, когда в медицину ворвались мануальные направления. Они заявили, что причиной большого количества нарушений является нарушение в позвоночнике. Я поверил и с головой окунулся в эту модель и теоретически, и практически. Сейчас, уже спустя 35 лет, те модели мне кажутся наивными, глупыми и безответственными. Сейчас я четко понимаю, что позвоночник очень редко бывает причиной болезни. Позвоночник — это градусник и лакмусовая бумажка огромного количества невидимых процессов в организме человека. А мастерство у специалиста не лечить позвоночник, а выявить спрятанные нарушения, которые организм открывает специалисту через позвоночник. Диагностика, диагностика и еще раз диагностика остеопатическими тестами, а техники лишь их продолжения, чтобы позволить мудрому организму устранить жалобы самостоятельно. Когда в 90-е годы в Россию пришла остеопатия, то мне посчастливилось попасть в первую группу тех девяти российских остеопатов, которые стали обучаться в высшей школе остеопатии Франции. Мы были первыми остеопатами в России в то непростое время, и чтобы заработать на неслыханно дорогое обучение, мне приходилось подрабатывать чисткой мусора, канализационных люков. К этому времени у меня была уже великолепная практика и опыт на деление терапии и на скорой, но заработать на обучение не было других вариантов. Трудное и невероятно интересное время. Остеопатия старше современной фармакомедицины и скоро будет полтора века. В отличие от всех других мануальных направлений, остеопатия имеет четкие самостоятельные концепции и опыт в 150 лет. Еще одной уникальной особенностью остеопатии является то, что все концепции остеопатии можно проверить, подтвердить или опровергнуть практикой. Для этого многого не нужно. Достаточно иметь руки, кушетку пациента и извилины, которые содержат знания. Все просто и четко. Есть жалобы пациента за устранение которых он готов платить временем и средствами, есть специалист с обученными руками и есть результат в устранении жалоб. Именно результат в лечении является критерием эффективности подхода. Подходы, а не диагнозы, как это часто принято в других медицинах. Моя остеопатия – это самая простая и конкретная медицина в мире. Все настолько просто, что появилось огромное количество желающих замылить и замусорить эту простоту. В моей остеопатии человек рассматривается как совокупность анатомических структур. Эти анатомические структуры организуют систему механических связей, которые связаны в единое целое под названием тело человека. Все эти структуры, детали должны иметь микроподвижность. Если она утрачивается, то вся система нарушается. Система механических связей нарушается и приходят жалобы, но не как враги, а как проявление неполадки в этой системе. Как правило, жалобы возникают на отдаление от места поломки. Что это за поломка? Это первичное остеопатическое повреждение. Например, слепание внутри живота листков париэтальной брюшины или спайки могут привести к скручиванию таза, к горизонтальному микросмещению некоторых грудных позвонков, разбалтыванию поясницы, повышению внутричерепного давления и многому другому. Где проявится это нарушение? Может проявиться в любой части тела. Симптомы и жалобы друзья и помощники думающего специалиста. Они выведут на причину. Что же ищет и диагностирует специалист? На что оказывает воздействие моей остеопатии? Он как шакал рычит по всему телу в разных слоях и системах. Вплывает и ныряет на разную глубину в тканях, перебирает анатомические структуры с единственной целью. Это найти первичное остеопатическое повреждение. Что же характерно для первичного остеопатического повреждения? Для него характерно два важных момента. Это ограничение микроподвижности и образование новой извращенной системы с патологическими связями вокруг остеопатического повреждения. Что же хочет остеопатическое повреждение? Оно мечтает, чтобы в него внесли движение. Как это сделать? Для этого есть руки и остеопатические техники. Но есть огромная сложность. Эта сложность заключается в том, чтобы найти это остеопатическое повреждение. Как его найти с помощью остеопатических тестов? Легко это сделать? Легко, если потратить много лет работы на получение этого навыка. Для меня остеопатия – это не техники, а тесты. Мне грустно наблюдать, как современные специалисты рвутся изучать техники и забывают про диагностику, про тесты. Техники есть продолжение тестов остеопатических. Бывает, что во время всей процедуры почти все время уходят на тесты, которые заканчиваются одной и единственной остеопатической техникой, выполненной в течение нескольких секунд. Результат бывает фантастическим. Мне грустно, когда я слышу о том, что остеопат положил руки под голову и в течение всей процедуры их там держит. Руки остеопата – это не подушка для комфорта, а инструмент для поиска остеопатических повреждений и их дальнейшей коррекции в разных частях тела. Целых 35 лет обучения во многих школах мира, беспрерывная практика, разнообразные заболевания, победы и неудачи позволили принять простую парадигму. В следующих фильмах более подробно расскажу про концепции остеопатии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова